МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областная выборчая комиссия по выборах депутатов Палаты представников национального схода официально огучила имена кандидатов, которые в своих округах отримали наибольшую количество голосов и стали депутатами от Могилевской области. Центральная комиссия проведет посяжение у пятницу, 22 листопада. У Могилевской области больше за 804 тысячи выборщиков. У голосований приняли удел больше за 663 тысячи человек. Эти 82,5% от агольной колькости выборщиков. На думку старшиней областной выборчей комиссии Валерия Берестова, высокая активность обумовлена альтернативностью на выборах по каждой окрузе. Выники выборов подводят и объединения профсоюзов. У этой важной политической падеи амаль 1200 профсоюзных активистов от предприемств и организаций были заденечены у якости наглядальников и членов выборчих комиссий. А это тратина от усих заявленных громадских объединений. Подводя итоги проведенных выборов, Федерация профсоюзов выступила заявление, что выборы 17 ноября прошли на достаточно высоком уровне и в полном соответствии с избирательным кодексом, с избирательным законодательством нашей страны. Фильтровать и правильно воспринимать альтернативную информацию в интернете так само различать фейковые материалы. Про это ишла размова с курсантами Могилевского института Министерства внутренних справ у рамках одного дня информирования. Установа обрана невыпадково. Будучи офицеры, у тем лику забеспечиваются хову правопарадку подчас важных мероприемств. И просто кажучи, яны молодые люди, які отримливают информацию про интернет. Тому для них важно уметь одрознивать соправданную информацию. Зачастую затрагивается данная тема. Поэтому я думаю, каждому из нас было в очередной раз полезно услышать о каких-то наиболее важных аспектах жизни, как наших граждан, что нас ждет в будущем, в дальнейшем, какие мы для себя можем сделать выводы. На Могилевщине началась отправка призывников на терминовую службу. А в области Рады, Узбройных Сил и других воинских формирований пополнить больше за 1800 юнаков. Традиционно наши призывники будут служить как на территории в области, так и в других регионах страны. Старт в Осинскому призыву 2019 даден на площади Славы Могилева. Удельники урочистостей усклали кветки довешного огня. А потом с пожаданиями до новобранцев взвернулись представники областной улады, военного комиссариата и, конечно, батьки. Для опошних это особливое хваливание. Конечно, волнуемся. Сразу как-то еще непонятно. Вроде был маленький, оп, и в армии. Наверное, еще в сознание не очень пришло. А вот у самого уладислава от службы шмат чеканев. Ну, надеюсь, служба пройдет хорошо, все будет нормально. Рад что вы. Парашюту хочу прыгнуть. А куда вы? В ДВ. Витебск. Давно мечтали? Давно, с детства. Я мечтал служить в ДВ. Я закончил Могилевский государственный технологический колледж. И теперь я буду служить в Мариной горке. Было очень торжественно. Спасибо за такое мероприятие. До речи, первыми Могилевских новобранцев приймут элитные войски. Это пятая особная и 103-я поветранная десантная бригады. А у наступной 10 дн. Прызывников размяркуют по всей Беларуси. У Тымлику и на пограничные заставы. В отличие от более старшего поколения, которым приходилось служить и за пределами республики, в том числе, как я говорил, и на земле Афганистана, наши мальчишки проходят службу только на территории Республики Беларусь. И овладевает профессию Родину защищать не на полях брани, а и в тактических классах, и на тактических учебных полях. Татьяна Славьева, Алена Милюшанкова, Денис Жавина, Новина Региона. У Крычеве одновили и добро упорадковали историчный парк, каля Палаца Потемкина, мясцовой славутости, яку и селита наведали больше за 20 тысяч туристов. У межагранту Глобального экологичного фонду в парковой зоне высадили рослины и зарабили арт-объекты. Крычевцы мкнулись остворить навокал Палаца Потемкина на территорию экотуризма и чистой экологии. Палац Потемкина самый вядомый гисторичный будинок Крычева, узведенный в 18-м стагодзе. Але и парк вокруг его так само мает давнюю гисторию. Известно, что хозяин дворца Григория Потемкина здесь работал известный английский садовод Уильям Гульт. И вот он непосредственно занимался разработкой этого парка. Точно известно, что наш парк носит черты древнего Старопольского парка. Липы, дубы, плодовые древы и кветковые партеры от этого паркового багатца за советским часом амальничого не засталось. Новому парку Крыху более за десяток годов, яго обновили завершением рестаурации самого Палаца Потемкина. Сё лет уже партнёрств из ветеранской организации и коммунальниками у музея распрацавали эколого-туристичный проект Палацева паркового ансамбля. За год реконструкция котельни, энергосбирагальные лихторы и оздобление для парка в уголе 50 тысяч долларов, десятая часть, из яких выдаткована минавида на набытьё рослин. Таких мест в Кричеве, конечно, не одно. И это отрадно, что вот этот замечательный парк зелёных насаждений находится в городе, именно в черте города. И это очень важно для экологии, для здоровья и для воспитания молодого поколения. Размова идёт не только про притягнение туристов, а и про захование и развитие парковой зоны и тем самым про экологию. Тому, когда Палаца Потемкина, теперь есть чудовное эко-место. Что такое экология? Это всё и земля, и вода, и насаждение, и воздух, и природа. И это очень важно для здоровья, для организма всех нас, жителей Республики Беларусь. Сёлетняя Крычевская осень надзвычай малявничая. Тут чудовные мястины, где задает он величный сож. Заховать чистенье природы – такая задача, стоит перед людьми. Оно начинает, оно и занимало раньше первые списки, потому что как мы живём, чем мы дышим, что мы пьём, что мы кушаем. Это наша жизнь, наша экология. Илона Иванова, Юрий Оласцов, Новины региона. Телерадио компания «Могилёв» поддержала социальную акцию «Великая допомога маленькому сябру», которую объявили днями Могилёвская центральная библиотека и группа допомоги бездомным живёлам «Доброе сердце». На пяре-додни холодовния быяковые люди вырешили собрать для бездомных котов, собак, харчей, лекей и иншей прилады. Долучайтесь до акции, закликают активисты. Знаёмтеся, гэта Мирабель. Можно Мира. Гэтую собаку, прыгожую и вельми ветлевую, шасово опеквая волонтёр Доброго сердца. В мае мы эту собачку нашли на улицу. В очень таких не самых лучших условиях она пряталась в каком-то там дробнике непонятном. И у неё была огромная приданная в виде пяти щенков. Деток пристроили, а мать и пакуль не. Так, теперь Мира выглядая по-иншему. Она не худая, не брудная и не кинутая на самовыживание, как была, а ли она по-ранейшему бездомная. Мира шукает дом и семью. Вообще, я думаю, что ей будет хорошо в доме, либо это будет квартира, либо дом. Главное, чтобы семья была вот такая вот обнимающаяся, заботливая и добрая. Это главное для наших питомцев, которые ищут дом в нашем городе. По коль же Мира пришла в библиотеку разом со своей опекункой, чтобы забрать первое собранное харчо для годованцев доброго сердца и других бездомных собак и котов. Могилевская центральная библиотека запрашивает горожан на передо дни зимы поделиться ежей и иншими корыстными для живёла гречами. Акция длится буквально неделю, но уже столько просто помощи, что не ожидаешь от людей, что действительно есть такие добрые люди, которые заботятся не только о себе, а о наших братьях маленьких. Поважанные телеглядачи, коли у вас есть жадание долучиться до социальной акции, а она протягнется до 15-го снежня, можно принести харчо для бездомных котов и собак в центральную городскую библиотеку. Яны вельми и вельми потребные. С наступлением холодов не забудьтеся про тех, кто немае дома. Снежана Крыжевич, Илона Иванова, Виталья Алексеенко, Новины региона. В ночи невеликие опадки, ураницы туман, у день переважно без дожжу. Такое надворье принесено Могилёшино-Серада. У ночи чекаются заморозки до минус 2 градусов. У день плюс 1, плюс 6. По информации облгидромету на Могилёшино-Надворье зараз формируется в области повышенного атмосферного тиска, сформированной в вельгодной поветренной массе. У час верт чекается узмацнение ветру и махчимы невеликие опадки у выглядзе дожжути мокрого снегу. Слабая гололёдзица. Температура по ветру в ночный час – минус 3, плюс 2 градусы. У день – минус 2, плюс 3. И далее, и до конца тыдня, по прогнозе, яще большее похолодание. А на этом наш выпуск завершенный. Дякую за увагу. И до встречи.